Игорь Донченко Скажите пожалуйста, как обрабатывать маникюрный инструмент после клиента, у которого выявился грибок? Часто бытует мнение, что никакими способами нельзя обработать инструмент, споры грибка все равно останутся и его необходимо выбросить. Если ваша услуга по педикюру аппаратному или классическому будет стоить, в которую будет включена себестоимость с наценкой вашего инструмента, боров и фресов и маникюрного инструмента, то конечно его можно и выбрасывать. Но это абсолютно делать не нужно, потому что есть стерилизаторы и есть автоклавы. При обработке инструмента в этих аппаратах убиваются все живые микроорганизмы. Споры бактерий, внутриклеточные паразиты, то есть вирусы, которые распространяются и передаются как воздушно-капельным путем, так и при контакте слизистых. Обязательно нужно соблюдать все необходимые этапы престерилизационной подготовки. Выбрасывать инструмент абсолютно не обязательно. Да, стараться максимально использовать одноразовый инструмент и одноразовые материалы, которые вы потом можете взять и выбросить. Но то, что касается режущих инструментов и вращающих инструментов, они нормально обрабатываются и действительно являются стерильными после обработки. Следующий вопрос этого же подписчика. У вас есть видео, где вы делаете аппаратный педикюр клиентки из Германии с проблемными ногами. Расскажите или снимите видео, как проводится дезинфекция и стерилизация. Спасибо. Я планирую снять это видео, потому что тоже получила достаточно большой резонанс. Теоретическая часть, которая уже есть на канале. Я хочу снять все этапы обработки инструмента непосредственно после окончания процедуры. От начала и до конца. От счищения пыли до хранения стерильных инструментов, как правильно это сделать. Спасибо за вопрос. Это очень актуальный вопрос. И я обязательно обещаю, что я сделаю такое видео. Следующий вопрос Настя Прокашева. Второй раз пытаюсь прикрепить стразы на топ. Либо на однофазный гель. Но на следующий день у клиентов они отлетают. Тренировалась на себе, но исход такой же. Не могу понять, в чем причина такой ситуации. Может плохой гель или топ. Или я что-то делаю не так. Ставлю каплю геля, топа, тапливаю стразу, сушу. Затем вокруг стразы еще раз прохожусь гелем, топом. В принципе, все ваши действия, которые вы проговорили, абсолютно правильные. Единственный момент здесь. Если вы используете топ без липкого слоя, то вот такие моменты могут быть. Желательно и вообще рекомендовано крепить стразы на финишный гель с липким слоем. Он должен быть достаточно густым. И после того, как вы просушили его в лампе рекомендованное время, пройтись между стразиками или между рисунком, который вы выкладываете, тоже финишным гелем. Если вы стразы выкладываете на натуральных ногтях, либо на гель-лаке, этот финишный гель, верхний, закрепляющий, последующий, должен быть тоже с липким слоем. Если вы фиксируете стразы на смоделированные ногти, этот финишный гель может быть без липкого слоя. Такое видео у нас тоже есть на канале. Тоже будет ссылка на это видео. Там их несколько. Это новогодние дизайны с использованием страз. Там подробно рассказано, как правильно зафиксировать эти стразы. Следующий вопрос. Тата Зая. Как правильно обрезать, удалять кутикулу накожницами? Эта техника существует. Она тоже является правильной. То есть кроме ножниц и накожницами можно работать. Такое видео тоже, наверное, следует снять. Вместо того, чтобы просто рассказывать сейчас на пальцах. Я обязательно все ваши вопросы по практическим моментам беру на карандаш. И буду поэтапно снимать видео по вашим запросам. Это видео будет на запрос снято. Следующий вопрос. Зе Валкана. Хотелось бы обзор и рекомендации от вас, как опытного профессионала по маникюрному инструменту, представленного на рынке Украины в разной ценовой категории. На сегодняшний день на рынке маникюрных инструментов есть несколько достойных компаний. Я могу, в принципе, про них проговорить. И ценовая политика будет идти на убывание. И, в принципе, наверное, качество инструмента тоже зависит от этого. Первым пунктом идет эклад и цена, соответственно, и качество его. Затем следующий идет это эрудит и цена, и качество на убавление. Потом Акута, потом Олтон и потом Сталикс. Ну вот, наверное, те инструменты, на которые можно обращать внимание и брать их в использование, в работу. Это то, что касается маникюрного инструмента. Если мы говорим о педикюрном инструменте, то, опять-таки, для работы с вросшими ногтями, для оказания услуг больше медицинского характера, рашпиль, пилка угловая для вросшего ногтя или двухсторонний тампонодержатель, опять-таки, лучше обращаться в компании, которые производят их и обучают аппаратному педикюру. В Мецгере, кстати, есть этот инструмент, и он тоже может использоваться. Мы недавно его заказывали, и он, в принципе, абсолютно достойного качества и доступный по цене. Что нельзя делать? Это следующий вопрос. При моделировании и коррекции, чтобы ногтевая пластина не отошла, не отходила от ногтевого ложа. Самым главным моментом и самым главным нюансом в этой проблеме является перепиливание натурального ногтя во время коррекции. То есть, излишнее снятие натуральной пластины. В процессе отрастания ноготь не успевает формироваться в нужную толщину, соответственно, дорастая до зоны свободного края, он не выдерживает напряжения, особенно если это длинные ногти. Во-первых, толщина материала имеет очень большое значение. И еще имеет значение материал, которым вы работаете. Если это гелевая технология, то это может быть даже термический ожог. Если клиент держит руку в лампе и очень сильно печет, и мастер при этом говорит, ничего страшного, потерпите, то такие участки, где появляются ожоги, они могут отслаиваться от ногтевого ложа. И если это акриловая технология, при достаточно сильном обжатии арки, тоже могут появляться вот такие вот микротравмы, когда уздечки, которые крепятся на ногтевое ложе, держат ногтевую пластину на вот этих вот соединительных усиках, они тоже могут отрываться. Тоже может появляться травма и могут появляться вот такие вот отслоения. Но наиболее распространенной причиной это является все-таки перепиливание натурального ногтя во время коррекции или перед наращиванием искусственным материалом. Следующий вопрос. Ирина К. Как сделать наращивание акрилом на широкую ногтевую пластину и чтобы это не выглядело грубо, особенно на больших пальцах руки? Существуют ли какие-то особые способы сделать ногтевую пластину визуально уже? За счет арки не получается особо сузить ноготь, так как клиентке некомфортно и появляются болевые ощущения. Пожалуйста, помогите советом. Спасибо. Если у клиентки широкая фаланга и широкая ногтевая пластина, то действительно первый способ, который мы применяем при моделировании ногтей, неважно акрилом или гелем, это обжатие арки. Оно используется абсолютно во всех технологиях и при любых, на любых ногтях, на нормальных или на широких. Это не только эстетическая красота и визуальная красота, это еще и прочность ногтя арка. Но если у клиента повышенный болевой порог, и он не выдерживает обжатие арки, даже на том этапе, когда материал еще очень мягкий и податливый, то скорректировать форму ногтя можно правильно подобранной формой свободного края или края удлинения. Это должны быть зауженные формы, это миндаль, это может быть зауженный миндаль, но тоже, опять-таки, на определенной длине. Если клиент не носит длинные ногти и предпочитает оставаться с короткими ногтями, то широкие фаланги, широкие ногтевые пластины можно скорректировать покрытием ногтей лаком, либо гель-лаком. Это покрытие должно быть темных оттенков, ярких, каких-то контрастных. Когда мы покрываем не полностью всю ногтевую пластину, а оставляем боковые, не покрытыми, это визуально заужает ногтевую пластину. То есть, три способа обжатия арки, правильно подобранная форма свободного края, зауженная к свободному, и правильно подобранное и выполненное покрытие ярким цветом. Оксана Голосюк. Как обрабатывать фрезы? Фрезы после выполнения любой услуги, то ли это аппаратный маникюр, аппаратный педикюр, либо это коррекция, обрабатываются следующим образом. Мы счищаем с них пыль, остатки пыли, закладываем в дезраствор, обрабатываем путем замачивания. Это может быть обычный контейнер для замачивания, либо это может быть ультразвуковая мойка с дезраствором внутри. Затем мы промываем их проточной водой, промакиваем насухо. Если это керамические фрезы, мы даем им возможность просохнуть в течение не менее пяти часов. Только затем мы можем закладывать фрезы и вращающие инструменты либо в сухожировой шкаф, либо в автоклав. Вот таким образом обрабатываются боры и фрезы, то есть вращающие инструменты. Следующий вопрос от Оксаны Голосюк. Насчет шарикового стерилизатора. Только у вас получила негативную информацию о нем. Многие мастера работают с ним, поэтому не могу определиться. Я уже действительно высказывала свое мнение относительно шарикового стерилизатора или глазперленового стерилизатора, как он называется. Оно не поменялось, и в принципе меняться ему не из-за чего. Я считаю, что идет недостаточная обработка инструмента, особенно режущего инструмента. Если вращающий инструмент, мы еще можем полностью погрузить его при условии накрытия крышки, чтобы температура не менялась внутри среды, там, где идет обработка, я с этим могу согласиться. То есть обработка вращающих инструментов. Но то, что касается режущих инструментов, когда на поверхности остается часть, которая не обрабатывается термически, я с этим категорически не согласна. А выбор за вами в любом случае. И если производители и продавцы-консультанты убедят вас в том, что это действительно обработка, которое даст вам полную гарантию безопасности, то вы можете его использовать. Главное верить в то, что вы делаете. Андрей Гудеров. Я надеюсь, я правильно делаю ударение на фамилиях и на никах. Если нет, то заранее прошу прощения. Я мастер маникюра, стаж 2 года. А вот мой вопрос. Я хочу преподавать, мне нравится изучать, также хочу делиться этим, для того, чтобы преподавать, с чего мне надо начать. Как вы стали преподавателем? Спасибо. Это страница моего мужа. Преподавателем я стала целенаправленно. И, в принципе, первое мое образование, профессиональное, оно и было начато с курса преподавательского, именно с инструкторского курса. Поэтому и в своей школе у меня есть два инструкторских курса. Это инструктор со стажем работы, с опытом работы, который обучается меньший период времени. И есть инструктор с нуля. То есть человек, который действительно хочет открыть свой учебный центр и начать свою карьеру именно с преподавательской деятельности, ему все равно придется пройти и изучить все техники, все технологии маникюра, педикюра, моделирования. То есть в зависимости от того, какой курс вы хотите преподавать. И даже если у вас нет абсолютно никакого стажа, но вы действительно ощущаете внутри себя этот преподавательский талант или дар, что ли, такой задатки, есть у вас такое желание преподавать, то не обязательно иметь какой-то стаж или опыт работы. Иногда это даже лучше, когда не приходится переучивать кого-то и менять представление о нашей профессии, менять технику, ломать руку, образно говоря, переставлять ее на нужный лад. Поэтому чем меньше у вас стажа и чем меньше у вас опыта работы для преподавательской деятельности, я бы сказала, что это даже лучше. Опыт в любом случае к вам придет. И на своей практике я столкнулась с тем, что не обязательно классный мастер, у которого миллионная запись, некому попасть и с улицы не запишешься, и очень востребован мастер, действительно круто и качественно выполняет свою работу. Такой мастер не всегда является хорошим преподавателем, когда он может донести то, что он делает и как правильно это сделать. Сталкивалась с тем, что невероятно одаренный преподаватель, который действительно разжевывает информацию, закладывает ее в рот ученикам, вплоть до того, что проталкивает ее, не всегда является классным мастером, который сядет и будет на потоке обслуживать клиентов и выполнять это настолько качественно, как практикующий мастер, который это делает ежедневно. Поэтому здесь такой вот момент очень спорный. Нужно ли иметь там 10-летний стаж работы для того, чтобы стать хорошим преподавателем? Я скажу нет. Опять-таки, чем раньше вы откроете в себе преподавательский талант и решите обучать, тем лучше. Вопрос от Надмилова. Здравствуйте! Какие вы порекомендуете марки продуктов для начинающих? Я только закончила курсы и не знаю, что покупать, так как мы работали на фирмах люкс-класса и мне, не честно говоря, не по карману. Наверное, здесь сразу хочу сказать, что вам, если вы учились и попробовали уже материал класса люкс, на любых других торговых марках, на других фирмах вам будет сложно работать, потому что вы сразу же почувствуете разницу. Разницу в выкладке, разницу в опиле материала, разницу во всем, даже в инструментах, в баночках, в эстетике, разница будет колоссальная, это я вам точно могу сказать. А что касается средств по карману, то если вы будете выбирать какую-то торговую марку, смотрите на то, чтобы она существовала на рынке достаточно долго, потому что новые появляющиеся марки вкладывают очень большое количество средств, инвестиций в свою рекламу и не всегда являются настолько качественными, чтобы вы не навредили ни своему здоровью, ни здоровью ваших клиентов, которых вы будете сейчас нарабатывать. Если получится так, что вы подберете некачественный продукт, вы не нарабатывать будете клиентов, а наоборот их распугаете тем, что материал плохо держится, материал плохо носится, вам с материалом с этим сложно будет работать, аллергия может появиться на этот некачественный материал. Но из доступных торговых марок, опять-таки, это гелевая или акриловая технология, выбирайте там, чтобы была и та, и другая технология. На сегодняшний день, по-моему, магнетик очень доступная и комфортная в работе марка. Нобель, то, что касательно геля. Опять-таки, имеет значение, в какой стране вы находитесь и какие есть представительства на территории вашей страны или вашего города, или вашего региона. И прежде чем принимать решение работать на этой торговой марке или нет, обязательно пройдите презентационный семинар или презентационный мастер-класс, где вы увидите, насколько качественно вам либо это менеджер торговой марки, либо это технолог этой торговой марки рассказывает об этом материале, насколько он знает этот материал, чтобы вы потом впоследствии могли консультироваться, задавать интересующие вас вопросы, чтобы вас не отфутболивали, а действительно давали компетентные ответы. Ну и где бы вы ни учились, какое бы вы качественное обучение не прошли, если вы принимаете решение работать на другом материале, то какой-то практический мастер-класс или практический семинар, где вы могли бы попробовать этот материал и почувствовать его, вам необходимо пройти.